Павел, здравствуйте, меня зовут Юля, я корреспондент утреннего канала, поэтому первый вопрос будет утренний. Скажите, пожалуйста, с чего начинается ваше утро и во сколько оно вообще начинается? Всегда по-разному утро начинается, и все зависит от того, во сколько я лягу спать. Оно может начаться уже во второй половине дня, так тоже бывает. Но вот сейчас я действительно проснулся совсем недавно, и оно началось с интервью. Повлиял перелет? Бывает и так, да, повлиял перелет, разница во времени, и немножко я поспал и приехал к вам. В Омске впервые? Нет, я не впервые в Омске, но я боюсь, что я был здесь довольно давно, и я не смогу вам описать впечатление о городе, потому что и был, ну, видимо, совсем короткий какой-то приезд, там, полдня, что такое, ну, наверное, лет 10 назад. Это было, наверное, тогда, когда приезжали с гастролями фабрики звезд? Ну, я думаю, что это уже не фабрики звезд, но да, да. Я просто была на концерте на вашем, это прекрасно помню, это как раз были мои школьные годы. Фабрика звезд, группа корней, это для меня. Так что могу сказать четко, что вы мой кумир, я слушала ваши песни. Спасибо. Ну, получается ведь, что все-таки корни – это кумиры тинейджеров, да, остались в прошлом, но все-таки почему вы решили сменить, ну, немножко свою деятельность? Музыка осталась, но все-таки театр, кино, вот сольная карьера, почему? Ну, просто пришло как-то время для этого. Вы же сами сказали, что группа корней – это для тинейджеров. А те тинейджеры, что группу корней слушали, уже подросли, как и вы. Новую аудиторию завоевывать мне не хотелось в коллективе корней. Я решил заниматься своей музыкой, своим делом, поэтому я активно занимаюсь своей группой и занимаюсь актерской деятельностью в том числе. А почему? Ну, я не знаю, мне нравится. На все не найти ответа. Ну, может быть, с музыкой – это, конечно, непонятно, но все-таки театр. Как так получилось? Как вы пришли в театр? Ну, так сложилось, что я случайно познакомился с Эдуардом Байковым, художественным руководителем театра «Практика» в Москве, и снялся у него в фильме. В общем, так вышло. Мы с ним разговаривали, он меня пригласил, исполнить одну из ролей в фильме. И после этого позвал также работать в театр. Это так получилось. Случай. Ну, вы до этого выходили на сцену, только, правда, с песнями пели. Здесь совершенно другая сцена, другой зритель. Как завоевать зрителя именно в роли актера? Ну, это очень сильно зависит от того, в какой пьесе ты играешь, что за материал ты представляешь, кто режиссер. И, в общем, театральное дело гораздо более коллективное, как и кинодело. Гораздо больше работа коллективная, чем музыкальная. Потому что на музыкальной сцене тебе достаточно действительно выйти зачастую одному, и это может сработать. А в театре это работа и свет, и художники по свету, и по звуку. И очень-очень-очень много разных еще вещей должны совпасть, чтобы это сработало. Паш, вы говорили про большой коллектив. Скажите, пожалуйста, как все-таки работает на одной сцене с профессионалами? С профессионалами вы имеете в виду актеров? Актеры, да. Да. Хорошо работают, учусь чему-то у них. Как не потеряться на их фоне? Ну, делать свое дело, и тогда не потеряешься. Вы учились актерского мастерства? Ну, уже позже я сейчас учился, да, ездил в Лос-Анджелес, учился там немножко. Ну, я уже шесть лет, по-моему, да, около шести лет играю в театре, поэтому, наверное, могу сказать, что чему-то успел научиться за это время. Вы ездили, учились, жили в разных странах. Где все-таки уютнее, где комфортнее себя чувствуете? Ну, я люблю Москву, очень, очень люблю Берлин. Люблю… Я вообще люблю в движении находиться, мне комфортно. Так, если мне хочется остановиться, то, наверное, это Берлин, Москва, Нью-Йорк. Как развивается группа? Как развивается… Ну, группа Артемий уже называется. Как развивается она? И почему все-таки название пишется на английском языке, английскими буквами? Название пишется так, потому что песню мы исполняем в том числе и на английском языке, и следующий материал мы сейчас готовим англоязычный. У нас вышло уже два альбома русскоязычных, и вот следующий этап, наверное, будет нацелен на англоязычную публику, поэтому пишется так название. Ну, и, собственно, я ответил вам, как развивается группа сразу. Хотелось бы немножко вернуться в прошлое, вот во времена «Фабрики звезд». Как вы считаете, все-таки такие телешоу, они полезны или вредны? Ведь все-таки, когда шоу заканчивается, многие будущие звезды, как считалось на телешоу, они все-таки угасают и остаются где-то за кадром все. Все полезно в меру. Вот что я могу сказать. Понятно. Ну, и опять же, вопрос утренний. А как вы считаете, самая утренняя песня какая? Это этот вот «Горн» в «Пионерский». По-моему, самая утренняя. А знаете ли вы, кто такой Егор Летов? Да, конечно. Как относитесь к его творчеству, к его музыке? Ну, с большим уважением отношусь. Ну, и последнее, чтобы долго не затягивать наше интервью, хотелось бы просить вас пожелать нашим телезрителям доброго утра. Доброе утро, дорогие телезрители. Хорошего вам дня. Спасибо большое за интервью. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо.